Да, так вот, гондольная переправа через Большой канал Венеции стоит 50 центов, в отличие от полноценной экскурсии, которая обойдется вам 80 евро. Так что, если вас интересуют гондолы, 50 центов и этого достаточно. Но, хватит с гондолами. Сейчас мы находимся в совершенно другом городе. Это Лиссабон, столица Португалии, где мы проведем пару дней, потом еще дней пять на Атлантическом побережье, в Кашкайше. Мы прибыли сюда через Берлин, где замечательно, спасибо еще раз, Сергей. Мы замечательно отдохнули от Южной Европы, от Южноевропейской жары. И дальше мы планируем позагорать океан. Сейчас мы находимся около средневекового замка, в центре Лиссабона, в историческом центре. Могу поделиться еще одним секретом. Если вы едете сюда, постарайтесь взять с собой свои студенческие карточки. Если у вас нет студенческой карточки, нет ничего проще. Достаточно поступить в университет, и тогда вам ее выведут. Если это вас не устраивает, поскольку студенческой карточкой вы, разумеется, заплатите за вход не 5 евро, как люди, не имеющие отношения к студенчеству, а всего лишь 2,50. Но есть способ лучше. Записывайте. Достаточно стать журналистом, и тогда вместо 2,50 вы заплатите за вход 0 евро. Это то, как поступаю я. Журналисты в Европе бесплатно входят в любые музеи. Поэтому постарайтесь выбрать карьеру таким образом, чтобы не платить за вход в средневековые замки. Я очень доволен выбранной профессией, как вы видите. И надеюсь, что это посещение замка будет интересным и обкупит те непомерные траты, которые понес мой бюджет в связи с его посещением. Счастливо! Продолжение следует...